Это большая редкость, но знаменитости спустя годы и десятилетия узнают, что приходятся друг другу родственниками. Между Ефимом Шифрином и Олегом Газмановым есть некое внешнее сходство, но только в прошлом году выяснилось, что это непростая случайность. Ефим Шифрин, настоящее имя Нахим, родился в Магаданской области в 1956 году. Семья Шифрина оказалась в тех краях не случайно. Отец юмориста был политзаключенным. Он получил пожизненный срок за шпионаж и был отправлен жить на крайний север. Со своей женой Рашей, матерью Ефима, он познакомился по переписке. Девушка приехала к нему через всю страну, ни разу не видя его вживую. Посмотрела и осталась. Детство Ефима прошло в Латвии. Туда он переехал с родителями и братом после того, как главу семейства реабилитировали. В школьные годы Шифрин-младший был застенчивым мальчишкой, его дразнили за плохое зрение. Чтобы как-то выделиться среди сверстников, Ефим стал пародировать обидчиков, корчить смешные рожи и прочее. Он сумел заслужить уважение одноклассников, а к выпускному решил стать актером. С первого раза в московский театральный вуз поступить не удалось. Пришлось довольствоваться филологическим факультетом в родной Риге, а реализовывать себя в театральном кружке. Маленькими шагами Шифрин шел к большому успеху и сумел добиться желаемого. В отличие от своего родственника-юмориста, Олег Газманов рос компанейским мальчишкой. Он родился в послевоенной Калининградской области и все детство провел в поисках боевых снарядов и прочей военной атрибутики. Хобби было очень опасным, но обошлось без травм. Родители Олега, папа офицер морского флота, мама врач, в попытке обуздать неуемную энергию сына отправили его в музыкальную школу. Газманов, школьник, с боем учил ноты и сольфеджио, но в будущем музыкальная грамота ему очень пригодилась. Что Олегу нравилось, так занятия спортом. Если бы не серьезная травма, он бы смог построить карьеру профессионального гимнаста. После школы Газманов пошел учиться на инженера. После получения диплома им же и работал. Но на протяжении нескольких лет он испытывал постоянную тягу к пению. Хобби со временем превратилось в карьеру вокалиста. Как видите, судьбы Ефима Шифрина и Олега Газманова не сказать, что пересекаются. Но в прошлом году юморист заявил о родственных связях с Газмановым. Он выяснил, что его маму и маму Олега связывает одна троюродная сестра. Получается, Газманов и Шифрин – четвероюродные братья. Этот факт никак не повлиял на их взаимоотношения. Ближе они общаться не стали. Но оба в своем возрасте выглядят и чувствуют себя отлично. Все благодаря постоянным занятиям спортом.